Логично было бы задать вопрос, а зачем, собственно, изучать Библию? У меня, например, на это есть личные причины. Но вы спросите, а зачем вообще эта странная древняя книга? Это хороший вопрос. Библия — противоречивый документ, который создавался тысячелетиями. Она пережила многие царства. Поражает, что книга оказалась долговечнее камня, долговечнее любого замка, долговечнее империй. Очень интересно, как такая хрупкая вещь оказалась настолько долгоживущей. Но это так? Факт остается фактом. Похоже, что Библия — это тайна за семью печатями. Я отношусь к библейским историям как к тайне, которой они, по сути, являются. Мы много чего в них не понимаем, мы не знаем, как они возникли и как были собраны воедино. Мы не знаем, каким образом они оказали такое невероятное влияние на человечество. Не понимаем, почему люди в них верили раньше, почему мы не верим в них сейчас, и что было бы, если бы мы продолжали верить. К тому же, есть еще одна проблема, которая касается не только меня, но для меня она очень важна. Высокий уровень образования не сделает вас компетентным настолько, чтобы разбираться в психологическом значении библейских историй. И все же, я постараюсь это сделать, потому что хочу углубиться в эту тему. Я слышал, что один из лучших способов узнать о чем-то — это говорить об этом. Когда я читаю лекцию, я думаю, что прихожу к новым выводам, и я не настаиваю, что мои знания истина в последней инстанции. Есть много чего такого, в чем я на самом деле не уверен. Но я пытаюсь во всем этом разбираться и доходить до сути.